Пойдемте пройдемся по всем нашим помещениям. ЗАГС у нас большой. После встречи в Центральном холле для гостей была проведена обзорная экскурсия по помещениям ЗАГСа. Ребятам рассказали о задачах и функциях этого учреждения, об актах гражданского состояния, порядке подачи заявлений на государственную регистрацию в электронном виде, правовых основах семейного законодательства. Не остался без внимания и архив, ведь именно здесь хранятся истории многих видновских семей. Далее все прошли в зал торжеств. Студенты узнали о том, что кроме церемонии бракосочетания, здесь еще и чествуют юбиляров семейной жизни, проводят церемонию именоречения и другие праздничные мероприятия. Мне понравился большой зал бракосочетания, очень красивый. Мне понравился большой холл. Я знаю, что я сюда обязательно приду. Со своим будущим мужем, чтобы влезли все гости. После обзорной экскурсии со студентами колледжа Московия была проведена небольшая викторина. Ребятам предстояло проверить свои знания об органах ЗАГС. Все правильно ответили? Замечательно. И у меня тоже все правильно. Также начальник Ленинского управления ЗАГС Елена Федорова ответила на многие вопросы ребят. К примеру, какая разница между установлением отцовства и усыновлением? Как выменять имя, фамилию, отчество? Каким образом можно подать заявление на регистрацию брака? И главное, теперь молодые люди точно запомнят, что скрывается за аббревиатурой ЗАГС. Ведь в начале экскурсии никто не смог правильно ответить на этот вопрос. Как же расшифровывается аббревиатура ЗАГС? ЗАГС. 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 Нам же сказали очень интересные вещи про заключение брака, про рождение ребенка. Про смену фамилии. Вот это было очень интересно. Так что, в принципе... Меня поменяет. Не, я свою фамилию не буду менять. Я заставлю свою жену взять мою фамилию. А так тут очень красиво, уютно и кажется, тут стоит жениться. Я, на самом деле, действительно не знала, что однополых браков не существует, но я думала, что как бы можно у нас в России, как бы это смешно не звучало. Интересный вопрос был, наверное, о смене имени. А ты бы хотел сменить? Не знаю, нет, наверное. А у тебя такое необычное имя. Ну, поэтому я и не хотел бы его сменить. Оно тебе нравится? Да. Многие до этой экскурсии имели неправильное представление о направлениях работы этого учреждения и считали, что здесь вечный праздник и брызги шампанского. Теперь же студенты убедились, органы ЗАГС – это не только организация праздничных церемоний, но и кропотливая работа с документами. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.